Первый вопрос. Что произошло с вашими грехами, когда Христос умер на кресте? Если с нашими грехами, то есть с человеком, кто пришел ко Христу, с человеком, кто покаялся, с человеком, который преклонил свои колени и сказал, Господи, я грешник, прости меня, искупи мои грехи. Об этих грехах разговор один, они искуплены. И мы с вами читаем. Итак, Колоссянам 3 глава, 12 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие. Извиняюсь, 1 Иоанна 3, 5. Это я другой вопрос начитаю. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Евреям 9, 24. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас, пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит в освятилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. «Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Мы здесь видим, написано «для уничтожения греха жертвою своею». То есть грех, который исповедан, который предан Христу, он уничтожен. Уничтожен его нет, его не существует. Написано «удалю, как запада от востока грехи ваши, брошу за хребет». То есть грех был уничтожен в жертву Христа. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, это каждый из нас пройдет, обязательно умрет, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. И Кремлинам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Мы оправданы кровью Его, то есть мы, грешники, мы согрешили, мы имеем на себе пороки, но мы оправданы кровью Его. И наш грех, который был, как написано, он полностью уничтожается. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся с жизнью Его». Это что говорится о тех, кто принял Иисуса Христа. Тех же, кто не принял Иисуса Христа, и грехи остаются им. Они никуда от них не уходят. Они с ними пойдут туда и за них ответят. И написанный каждый будет судим по написанному в книгах. И ты уже не будешь Богу говорить, «Господи, а вот я бы, вот, как некоторые говорят, а я скажу ему там». Не скажет. Будет судим, по написанному в книге. «Все грехи человека, который не пришел ко Христу, не принес свои грехи к этому кресту, и которые не омыты кровью Христа, остаются на нем». Смотрите, интересно, как мы все это знаем, все помним отлично, как было. Бог говорит, если ты согрешил, то ты должен принести вот эту жертву. И определенные грехи. Есть грехи, за которые жертву не приносили. Если ты убил, тебя убили. Если ты украл, ты должен вернуть в четверо. Это раньше было так у Бога. То есть были определенные грехи, за которые жертва не работала. Потому что эта жертва не могла искупить. Эта цена крови не была достаточна. Но цена крови Христа, представьте, цена крови сына. У каждого, у кого есть дети, представьте, цену крови вашего ребенка. Вы можете оценить? Вы можете хоть каплю оценить на крови? Сколько она рублей стоит? Вот эта крови, как мы читали здесь, если бы так, он бы постоянно только и ходил за нашими грехи на крест. Нет. Один раз. Но, братья и сестры, проблема-то в чем? Что часто верующие расслабляются. Мы, может быть, я скажу грубо, обнаглели от благодати. Потому что нам легко прощается. Мы обнаглели. И мы делаем грехи спокойно. И это самое страшное. Мы забываем о том, что за нас было заплачено. Я не говорю о всех, я говорю о себе тоже. Мы должны задуматься. Не просто слушать, но и слышать. Смотрите, смотрите, как написано Евреям 10 глава 26 стиха. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывался смертью, то сколь тихчайшему думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет, произвольно грешит. Что такое произвольно? Слово произвол, знаете, по моему желанию, я хочу. И я делаю произвол. Произвольно грешу, я хочу. И здесь интересные слова. Тот не почитает за святыню кровь завета. Почему? То есть тот грех, который мне нравится, я ставлю больше крови, больше того, что за меня было заплачено. Я люблю этот грех, мне хочется делать. Ну, Господи, ну разве это? Но за меня-то заплачено кровью. И кровь-то цены не имеет пред глазами Отца. И получается, что я эту кровь унижаю ниже своего греха, который мне нравится. И я не хочу с этим справиться. Я не хочу изменить себя. Потому что мне это нравится. И что нам остается? Слова просто страшные. То не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противника. Это, я думаю, ответ на первый вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...